Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер. Итак, мне сегодня пришла очередная посылка с ништячками для моего предстоящего путешествия. Я там заказал кое-какие вещи по мелочи, поэтому давайте сейчас раскроем эту коробочку вместе с вами и посмотрим, что я там получил. Так что давайте я сейчас камеру, наверное, поставлю немножко ниже, чтобы вы видели саму коробочку, а не мое лицо. Вам мое лицо, наверное, нафиг не нужно. Все-таки интереснее, что там. Поэтому вот так, друзья. Коробочка относительно небольшая. Я там заказал кое-какую мелочевочку, но я думаю, все равно вам будет интересно, что там есть. Так, сейчас мы ее аккуратненько откроем. Ах, коробочка красивенькая такая прям вся. Так. Что у нас тут есть? Так, здесь у нас, ну, это как всегда у нас инвойс, накладные, бумага. Так, ну, давайте я буду доставать по ходу дела и показывать вам, что я заказал. Заказал вот такую вот баночку на 20 миллилитров. Сюда, допустим, можно положить соль с собой, чтобы взять в дорогу. Места много не занимает, в принципе, классная штука. Потом взял вот такую бутылочку. Не знаю, наверное, погорячился я с размером. Большая она, мне кажется. Я хочу в нее соевый соус брать с собой, потому что я люблю очень соевый соус. И его можно добавлять хоть куда, хоть в кускус, хоть в рис. И тем самым, ну, делать блюдо немножко вкуснее. То есть я планирую в дороге делать рис, поэтому соевый соус самое то будет. Вот такая вот коробочка. Ой, бутылочка. Сколько тут? 60 миллилитров должно быть. Ну, наверное, большовато. Хотя, не знаю, время покажет. Дальше. Заказал 10 метров вот такой вот веревки. Это веревка из Дайнимы. Ультралайт. То есть там получается 1 грамм на 1 метр погонный. Итого 10 метров этой веревки. Получаем 10 грамм массы. То есть, ну, я не знаю, может быть, сделать дополнительные оттяжки или заменить стандартные. Или, может быть, использовать как бельевую веревку. То есть Дайнимовская, она очень прочная. Поэтому можно мрать ее очень тонкую. И она все равно будет достаточно прочная. У нее такое свойство есть, что она у нее очень низкий коэффициент растягивания. Или как он правильно называется. Поправьте меня в комментариях. Ну, вот такая. В принципе, она тоненькая. Ну, пусть будет, чтобы она была, чтобы, как говорится, вес она не имеет никакой 10 грамм. А пригодится, может быть, кто знает. Дальше. Заказал вот такую герму. Еще. Это герма на 13 литров от Seatus Ami. Тоже какая-то там ультра нано. Там какая-то бам-бам-бам. То есть вес у нее тоже должен быть там где-то 30 грамм, что ли. Нет, 28 грамм вот написано. Видно вам, надеюсь, да? Давайте я ее сейчас открою. Вообще, почему я взял герму? Чтобы она была. Во-вторых, во-первых, чтобы, допустим, отделить, если что, при случае там мокрую одежду от сухой одежды. И также, чтобы можно было использовать ее как типа стиральной машины, стирального ведра. Чтобы налить в нее воду, там простернуть какие-то вещички. Там термуху какую-нибудь, футболку, носки, трусы. В общем, для этих целей. То есть, как говорится, весит немного, ну, а пользовать в нее должно быть максимум. Так, давайте сейчас открою ее. Вот такого цвета. Прямо как я люблю. И она прикольная. Она реально классная. Она люгенькая такая, тоненькая. Надо будет попробовать в ней дома сначала постирать что-нибудь. Вау, она обалденная. Мне нравится, пацаны. Она реально классная. Так. 13 литров. В принципе, нормальный такой размер. Шик. Вау. В общем, я доволен. Дальше. Что еще есть в этой коробке? Ну и, собственно, вот последнее. Последнее это такое вот, как он называется? Ну, под палатку стелить. Тоже весит немного. Это специальная какая-то пленка, чтобы использовать, как вместо футпринта ее можно. То есть, можно даже просто натянуть тент без этой, без внутренней сетки. И вот эту постелить. И на ней, допустим, спать непосредственно на матрасике. Но это, я думаю, можно будет применять, если в каком-нибудь кемпинге, где будет ровненько, классная лужаечка подстриженная, чтобы там без всякой фигни вот такую подстелил. И просто под тентом. Если, конечно, насекомых нет и комаров. Собственно, вот это все. Теперь, мне кажется, у меня уже есть все. То есть, фильтр я прикупил, обзор я уже на него сделал. Можете посмотреть на канале. Ну, как обзор, показал, что почем. Ну и, собственно, все. Я не знаю, что мне еще надо. По сути, у меня есть все. Осталось только дождаться хорошей погоды. Протестировать где-нибудь недалеко всю свою снарягу. И уже можно потом валить куда-нибудь на дальняк. В сторону Барселоны, например. Как вариант. В Барселоне сейчас погода довольно-таки хорошая. Но вот у нас, правда, не очень. Поэтому, а мне, чтобы до хорошей погоды доехать, я смотрел, мне где-то тысячу километров надо проехать. Соответственно, если даже сейчас ломануться, то где-то тысячу километров мне придется ехать при температурных режимах около нуля. А мне этого что-то как-то, ну, совсем не хочется. Вот градусов 10 в среднем будет, когда на улице. Вот тогда можно валить уже хоть на Чукотку. Хоть куда. Ладно, ребята, у меня уже на камере батарея заканчивается. Что перед тем, как камера сама выключится, я лучше с вами попрощаюсь. Поддержите видос лайками. Пишите комментарии, что вы думаете. По этому всему поводу, что я тут затеял. Ну и все. Ладно, ребята, все. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...